Девушки отдыхают И каждый конкурсант стремится занять свое Дайте шанс, пожалуйста Наше шоу не только открывает новых артистов Но и показывает уникальные выступления признанных мастеров На главной сцене дуэт Дианы Арбениной и Евгения Дятлова Там в том сентябре Кленовый лист светился, как звезда Там был счастлив я Как никогда Не буду никогда Никогда Я не могу Ты не можешь Мглазцы Ут individually Улья 곳 А бог Ты не можешь Я не могу В каждом Anakin На открытке цветной Вновь на рассвете небосвод голубой Сердце радует Только я помню, как лицо наклоня Ты говоришь мне, что не любишь меня И возвращается сентябрь И опять листья падают Там, там я остался Где дрожит в лужах вода Где как праздник, миг любой Без тобой мы не можем друг без друга Навсегда слышишь, остался я В сентябре, в том сентябре Где еще почти полдня До того, когда разлюбишь ты меня Там, где ты со мной Стоишь еще, лицо не наклоня Там, где дождь стеной Где говоришь, что любишь ты меня Лето веселое звенит за окном Огромным звездам тесно в небе ночном Но до сих пор я все живу В сентябре, в том далеком дне В далеком дне Знаю, на свете нет нелепей мечты Но о сентябре вдруг перепутаешь ты Два сентября вдруг перепутаешь ты И придешь ко мне Там, там я остался Где дрожит в лужах вода Где, как праздник метровой Где с тобой мы не можем друг без друга Навсегда слышишь, остался я В сентябре в том сентябре Где еще почти полдня до того Когда разлюбишь ты меня Там, там в сентябре Кленовый лист Светился, как звезда Там был счастлив я Как никогда Никогда не буду Никогда Никогда Два великолепных голоса вдохнули новую жизнь В песню «Там в сентябре» Этим шлягером Валерий Леонтьев В свое время покорил советскую эстраду А сегодня незабвенный хит маэстро Открывает шестой отборочный тур Шоу «Главная сцена» Добрый вечер, дорогие друзья Здравствуйте Это шоу «Главная сцена» В котором участники борются за право выступить На главной сцене страны в Кремле Все очень логично А видим эту программу Мы, сияющая, искрометная, остроумная Марина Кравец И магистр логики и последовательности Эрнест Мацкевич Через считанные минуты Эта сцена превратится в гладиаторскую арену 12 конкурсантов будут соревноваться За право пройти в четверть финал А теперь о тех, от кого будет зависеть Судьба каждого из претендентов Народный артист России Один из самых ярких представителей нашей эстрады Главный казанова страны Валерий Левантьев Своим примером она доказала, что женщина и рок – это мощно Культовая рок-звезда и бессменный лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина Человек, сочинивший свою первую песню в 11 лет А в 15 уже стартовавший с сольной карьерой Популярнейший эстрадный певец, музыкант, клавишник, композитор, аранжировщик и актер Боже мой, все в одном лице Владимир Пресняков Заслуженный артист России Певец, музыкант, яркий, стильный Да кто его не знает Е-е Валерий Сюткин Но начнем мы с очень трогательного номера Итак, Ангелина Сергеева на шоу «Главная сцена» Я всегда хотела заниматься музыкой И благодарю Бога, что меня отдали сразу в музыкальный театр Папа с мамой рано развелись И воспитывала меня бабушка Она меня возила, она сама занималась, встречала Я всегда была серой мышью в школе То есть у нас были девочки в классе модные, хорошо одетые Их отпускали на дискотеки Вот, естественно, так как меня воспитывала бабушка Это были скандалы С самого маленького возраста нельзя было капризничать, нельзя было распускать нюню То есть я, в принципе, всегда была такой неуверенной в себе Я только на сцене раскрывалась Это, наверное, слезы маленького ребенка И, может быть, слезы того, что бабушки больше нет Она, конечно, в меня вложила все Я ей очень благодарна То есть я, если быinas слезы чемпионатinin И, чтобы мне было没有 Очень надеюсь Хだelen либо Томе пусть Мы все boleh И у кого-то И из нас Несечай В А это и смешно, но так легко Моим плечам уже зовёт меня в полёт Мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан О-о-о! О, это час, когда крылом они Сближаем мы , 결ituшие с былин Когда внизу плывёл земля, Плывёл земля, Как будто детство ты Между нами память и туман Так как во всех Ты как во сне Я знаю, только дельтаплан Поможет мне Поможет мне Наивно это и смешно, но так легко Моим плечам К началу дня Несет меня Мой дельтаплан Мой дельтаплан Это была Ангелина Сергеева Я представляю какая-то ответственность Когда человек Исполняет песню Уже спетую Многими именитыми артистами Мэтрами, один из этих мэтров сидит Сейчас перед тобой В жюри Это, конечно же, и ответственность И серьезный риск Насколько этот риск был оправданным Валерий Яковлевич? Песенка про дельтаплан Она при кажущейся Своей такой полетности и легкости Очень коварная штука Там много капканов Расставлено по ходу Которые вы все, по-моему, успешно преодолели Мне очень понравилось Спасибо Спасибо Это означает да? Совсем забыл Да Я предлагаю сейчас дебютировать в качестве члена жюри Валерию Исюткину Ваши впечатления, Валерий? Это было очень художественно Естественно Я не почувствовал Ни одного диссонанса По впечатлению Это было солнечно С улыбкой Легко И было видно, что Эта очаровательная девушка Понимает, о чем поет Потому что, когда лицо отдельно А песня отдельно Я это сразу замечаю Здесь Вы были очень убедительны с этой песней Я говорю большое Спасибо Два да Я напоминаю, что Надо для того, чтобы пройти в четверть финал Получить все-таки как минимум три да И сейчас мы поймем, будут они или нет Диана Арбенина, что скажете? Ну, вы знаете, мне показалось, что вы Очень сильно волновались И вам это очень сильно помешало Это вас безумно зажало И мы с вами не знакомы, но я уверена в том, что вы поете иначе А вторую песню я бы, конечно, послушала бы еще Слушаем Конкурсантам не всегда удается раскрыть свой потенциал с первой попытки Жюри готова дать шанс проявить себя во второй песне Давай, давай Только нам с тобой Небо синего Море бренного Тела бренного Чашу полную Жизнь отмерила Выбирай, выбирай У реки два берега Намalam КОно Небо 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 П었 Небо Я Я Я Я Разодается свет невидимый Всё отмечено старым именем Руки скованы вечным холодом Только губы небо горды Ты не верь в слеза, все вернется после долгих ночей. К пылью сладкий стон обернется после долгих ночей. Ты не верь в слеза, все вернется после долгих ночей. К пылью сладкий стон обернется после долгих ночей. Диана, ну что, теперь вы получили то, что хотели от этой исполнительницы? Ну она же веселая, конечно, конечно, конечно. И классный голос. Спасибо. Несмотря на три да, свое мнение еще не высказал Владимир Пресняков. Володя, пожалуйста. Ну вот вторая песня была идеальна. Ты показала уже по-настоящему такой взрыв. Конечно же, да. Спасибо. Спасибо большое. Четыре да, вы проходите в четвертьфинал. Поздравляю. Спасибо. У нас очень бодрое начало, первое выступление и первый четвертьфиналист. Поздравляю. Глуши, так вот. Ангелина, привет. Во-первых, я поздравляю от души тебя, твою команду поддержки. Спасибо. Скажи, пожалуйста, ты, ну, несколько переволновалась, да? Это было не скрыть. Мы все это видели, переживали за тебя. Скажи, ты переволновалась, потому что ты, в принципе, так ведешь себя перед выступлением, или потому что это была песня одного из членов нашего жюри? Я всегда волнуюсь перед выступлением, потому что это очень ответственно для меня. Тебя пришли поддержать подруги, и среди них должна быть еще и по совместительству мама Ирина. Вот, Ирина, здравствуйте. Что вы скажете по поводу выступления, Ангелина? Это ваша геля. Она лучшая. Мама иначе просто не может сказать. Лучшая. Ангелина, скажи, пожалуйста, сегодня ты пела песни Валерия Леонтьева «Шуры». Я так понимаю, ты любишь экстравагантных артистов. Кто будет в следующий раз? Я еще пока об этом не думала, честно вам признаюсь. Вот прям сейчас пойду и буду думать. Ну, если что, ты можешь еще раз петь «Дельтаплан», и всем понравится, и все будут аплодировать. А тут другой обработки такой, в медленной. Я очень желаю тебе, чтобы в следующий раз ты вообще не волновалась. Спасибо. Все самое страшное было сегодня, а дальше будет только легко, классно и интересно. Спасибо большое. Поздравляю, всего хорошего. Поздравляю. Волнение перед зрителями и жюри порой подводит конкурсанту. Умение обуздать эмоции – отличительная черта настоящего артиста. Наш следующий участник не боится сцены и ждет встречи с российской публикой. Здравствуйте, меня зовут Никола Чочев, мне 25 лет, я из Болгарии, город Лясковец. Ночными островами Я шел требучими лесами Вдруг слышу, песня льется, и дымка бьется от костра. А у костра вся впела Девчонка та, что песню пела И греческие звезды Каргута с толстыми нами Все были для меня Как магдалена Морская пена Костры ночами Над островами Заря проснется Песня умчится И ты растаешь И ты растаешь Словно сон Как магдалена Морская пена Костры ночами Над островами Заря проснется Песня умчится И ты растаешь Словно сон Ай-дай-дай-дай Никола, кажется, я понимаю, почему вы выбрали именно эту песню Но вы же понимаете, что если вы пройдете в четвертьфинал, в полуфинал, а потом в финал И попадете на главную сцену, вам придется конкурировать с еще одним болгарским исполнителем на нашей сцене И при этом не повторять его А я думаю, мы можем сделать хороший дуэт, а не конкурировать Ну, будем надеяться, вас услышали Что скажут жюри? Валерий Яковлевич, вам первому, наверное Несомненное обаяние сценическое, вы это могли видеть по реакции зала Но вместе с тем у вас была масса интонационных проблем И самое главное, вот это вот отсутствие уникальности и отсутствие узнаваемости, к сожалению, моему, поэтому я говорю нет Диана, что вы скажете? Ну, для меня несколько тяжеловесно То есть мне, опять же, хочется легкости и хочется какой-то, знаете, чтобы песня летела, летела А вы, ну, во всяком случае, Киркоров так ее поет, он как-то широко это получается У вас немножко так, ну, знаете, чуть-чуть топорно Ну, да, вот как-то вот, как-то слишком серьезно Мне надо, мне кажется, нужно еще поработать Я говорю, пока нет Владимир Костяков Вы очень обаятельный человек, действительно И вам даже можно было не петь, а просто выходить сюда и все бы визжали, плакали Вам можно улыбаться И все, но, к сожалению, над вокалом, да, нам, вам надо поработать, потому что он Вот правильное слово такое, не обижайтесь, просто опорный Надо какой-то тембр искать свой, чтобы он запоминался Я желаю вам чего-то хорошего И говорю, нет, спасибо Валер, вам подводить итог Мне как раз вот то, что отметили мои коллеги как плюс Как раз вот это показалось настораживше Знаете, был такой эффект, сейчас как подарю свое искусство То есть вот как аниматор выходит, вот когда-то на курорте Не то, что слишком солнечно А то есть я не почувствовал в этой солнечности то, что меня это согрело Скорее всего, я на это смотрел как, знаете, на работе человек Чего-то мне вот в искренности не хватило И опять же я согласен с главным, чего мы добиваемся на главной сцене Невозможностью заменить вас другим человеком Я не почувствовал этого невозможности замены Поэтому говорю свое честное нет Никола, к сожалению, вы не проходите в четвертьфинал Но искусство и музыка от этого, конечно же, не умирают Ваши слова Я буду стараться Победитель шоу «Главная сцена» не только выступит в большом финальном концерте в Кремле С лучшими музыкантами нашей страны Не просто пройдет путь становления артиста, большого артиста Но еще и получит специальный приз от нашего информационного партнера Ротацию своей песни на авторадио Есть за что побороться Принимайте поздравления Никола, здравствуй Здравствуйте Меня зовут Марина Показалось, что в целом мире больше никого нет, кроме нас с вами Ладно, переключусь Скажи, пожалуйста, доволен ты сам своим выступлением? Ну, можно было лучше А чего не хватило конкретно? Уверенности, может быть, просто? Ну, знаете, времени Времени? Да Об этом знает Андрей, саунд-продюсер Скажите, что вы думаете по поводу выступления Никола? Мне кажется, что действительно времени не хватило Может быть, найти вот ту остроту В том, может быть, даже танцевальность Какую-то прыгучесть в подаче этой песни Вот именно вот этот балканский кач, скажем так Вот этого немножко не хватило У нас в группе поддержки замечательная Длинные ноты, а в голове Хей, хей, хей Вот, об этом нас сейчас расскажет Лора Квинт Здравствуйте Здравствуйте Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу Никола и его песни Я знаю, что сегодня было очень полезное выступление На самом деле И Валерий Леонтьев, и Володя Пресняков Они все сказали то, о чем ему говорит учитель Есть над чем работать на самом деле Это очень важно А что касается его таланта и перспективности То я в нее верю И скоро мы это докажем Мне кажется, что поцелуй супруги очаровательной Скрасит все невзгоды А еще хочу от себя добавить Ни в коем случае не расстраивайся Потому что 4 нет от жюри на русском Это 4 уверенных да на болгарском Это да, спасибо Я тебя поздравляю Замечательные слова Спасибо вам Музыка – это бог Музыка – это бог Музыка – это бог Сцена – это его ладонь Я просто человек своего дела Я наследственный артист Мои родители музыканты и артисты Они обыкновенные нормальные советские артисты Мне довелось начинать еще тоже в Советском Союзе Тарификации и прочее были мной пройдены Я не стремлюсь к мировому господству И если кто-то заметит во мне некий потенциал Который, скажем так, они найдут достойным Того, чтобы публиковать его на многомиллионную аудиторию Я преисполню с ним благодарности Если они посчитают, что моих талантов недостаточно Я скажу им спасибо и все равно вернусь на свою стезю Потому что другой у меня нет Любой талант – это твое испытание И твоя задача – найти в себе силы Либо сказать ему да, либо сказать нет Пошла, пошла, пошла Добрый день Чрезвычайно приятно видеть вас Меня зовут Садо И лампа не горит И врут калентари Если ты давно хотела что-то мне сказать То говори Любой обманчив звук Страшнее тишина Когда в самый разгар веселье Падает из рук Бокал вина И черный кабинет И ждет в стволе патрон Так тихо, что я слышу, как идет на глубине Вагон метро На площади полки Темно в конце строки В телефонной трубке Эти много лет спустя Одни кутки И где-то хлопнет дверь И дрогнут провода Привет Мы будем счастливы теперь И навсегда Привет Мы будем счастливы теперь И навсегда Привет Привет Садо Огромное вам спасибо Диана Вы, наверное, лучше всех знакомы С творчеством Александра Васильева И группы Сплин В зале? Мне кажется, что Васильева знают Очень многие в нашей стране Он один из лучших поэтов Современных поэтов Огромное спасибо вам за то, что выбрали Эту песню Огромное вам спасибо, что вы это оценили Мне кажется, она очень Она очень сложная Она такая монотонная Она очень авторская Давайте так Поскольку с меня начали Я скажу Да Все остальное решат парни Спасибо Диана Арбенина Попробовала схитрить Посмотрим, что получится Валерий Аковлевич Диана применила Такой интересный ход Который она отказывается назвать хитростью Не секундочку, подождите, стоп Эрнест ко мне обратился Я ответила Да Собственно, все Вопросов нет При том, что у вас великолепный тембр И особенно он уверенный И насыщенный В нижнем регистре Я всегда жду от артиста Который выходит А тем более претендует На участие в финале Главная сцена Я жду зрелищности Вы должны меня понять Это тот фактор Тот серьезный элемент Которого для меня лично Очень не хватило Может быть, стоило вам Вычесть другим каким-то материалом Но воля ваша Но, во всяком случае Нет Спасибо Ответ понятен Владимир Пресняков Вот вы знаете В данном контексте Для меня было важно Что я вам поверил Но я уверен Что если вы будете в дальнейшем Останетесь в проекте Что вы можете сделать Что-то из ряда Вон выходящее Если вы доверите мне Этот шанс Так что я вам говорю Да Спасибо вам огромное У нас есть два Да И, Валера, ваше мнение Будет решающим Если характеризовать Одним словом Ваше выступление Я скажу слово Деликатно Это было деликатно Сделано к автору К самой произведению И к поэзии У вас не было Пережима Которая Самая страшная ошибка В этом жанре Который Вы выбрали Для себя И когда вы уходили На пиано Было настолько Даже контраст Что уже на грани Что-что-что Но все равно Это было сделано Песня Что-то хотел сказать Поэтому Вы сейчас сказали И я вас услышал Поэтому я говорю да Спасибо вам огромное У вас среда Вы четверть финала Послушайте Спасибо Поздравляю Спасибо Послушайте Как хорошо Что мое нет Не имеет никакого значения Спасибо Оно необходимо Чтобы она работала Вот очень приятно Вот такое у нас жюри Говорят нет Но очень рады Когда конкурсанты Все равно проходят Следующий этап Это здорово Здравствуйте Здравствуйте, Надежда Идите А вот я услышала Мнение от Валерия Яковлевича Что ему не хватило В вашем выступлении Скажем так шоу Будете ли вы вообще Думать на тему Как удивить в следующий раз Валерия Леонтьева Непосредственно Валерия Яковлевича Исключительно его Это серьезная задача Честно говоря Не знаю подъемная Для меня и моего скромного опыта В 30 лет Надя Вас пришли поддержать Очередные девушки Маша Мои замечательные девчоночки Саша My Sisters Band Что скажете вы Как вам выступление Вашего продюсера Очень поникновенно Очень тонко До мурашек Я уверена Что люди Они просто Были все в мурашках Ты умничка Надежда успехов Удачи И очень надеюсь Вас услышать еще раз Спасибо Спасибо Ксения Коломбацкая Ксения Коломбацкая занимается Рукоделием, волонтерством И, конечно, музыкой Сейчас мы узнаем Выступление на сцене Это все-таки для нее хобби Или единственная и главная Профессиональная деятельность Так получилось, что я какое-то время была официальным голосом Аэроэкспресс Компания Аэроэкспресс рада приветствовать вас и желает вам счастливого пути Осторожно Двери закрываются Следующая станция Главная сцена Каждый раз, когда, кстати, выступаешь, кажется, что ты хуже всех Ничего вообще не можешь, не можешь петь Все совершенно никчемные Какая-то жесткая критика по отношению к самой себе Для того, чтобы быть артистом, нужно очень много трудиться То есть талант это еще не все Наверное, 30-70% труда Поэтому, если уж ты родился артистом, то попытайся сделать это максимально хорошо Я попытаюсь Здравствуйте, меня зовут Ксения Коломбацкая Я из города Астрахань Мне 33 года Послушай меня сегодня Хочу быть с тобой Верни мне мою надежду И покой Пол-неба, пол-дня, пол-ночи Теперь у меня Ты ушел и опять ни слова не сказал Помоги, помоги Я солдат своей любви Как мне быть? Подскажи, я не знаю Помоги, помоги Это армия судьбы Навсегда Нас с тобой разлучает Тебя обнимает ветер Ты смотришь в глаза Я помню в твоем ответе Нет меня Оставь мне последний вечер Последний закат И спой на стихи Рассвета Песню Лето Помоги, помоги Я солдат своей любви Как мне быть? Подскажи, я не знаю Помоги, помоги Это армия судьбы Навсегда Нас с тобой разлучает Помоги, помоги Я солдат своей любви Как мне быть? Подскажи, я не знаю Помоги, помоги Наша армия судьбы Навсегда Нас с тобой разлучает 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 Ксения Коломбатская Солдат любви Что скажет уважаемая приемная комиссия? Приемная комиссия бывает в университетах Мы сочувствующие У нас и есть университеты Может, Володя начнет? Я Это вообще Это прочтение вот этой песни Меня шокировало Потому что это было Так вкусно Вы пели, играли Аранжировка Я очень-очень Доволен и счастлив Что я это услышал Конечно, я говорю сто раз да Это было профессионально Тонко и здорово Спасибо Диана Вы действительно Обворожительная девушка Вам не хватает Раскрепощения чуть-чуть Вы такая ученическая При том, что у вас классный голос Давайте сделаем так Давайте вы сейчас Поете вторую песню Я вам в ней помогу И мы сделаем так Что все парни Поставят вам да Ксения, приготовьтесь Сейчас вас будет раскрепощать Диана Арбенина Сама Подождите, стоп А что петь, петь, петь Что будете вы петь? Мне кажется, эта песня Вам очень знакома Если вы ее узнаете, тогда Будет вам еще А если я слов не знаю То, что мы будем делать Я вам помогу Лады Погнали Так и надо Все говорят Так и надо Сам виноват Ты про меня забывал И часто не замечал И наконец потерял Так и надо Не разглядел Так и надо Сам не удел Меня встречает один И провожает другой А ты как будто чужой Чужой, чужой Подожди, дожди, дожди Ты оставил любовь позади И теперь у себя впереди Дожди, дожди Дожди, дожди, дожди Ты оставил любовь позади И теперь у себя впереди Дожди, дожди Дальше Так и надо Не заслужил Так и надо Не оценил Висит в киоске журнал Ты на обложке узнал Лица знакомый Да, 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 да Так и надо Горький урок Так и надо Пулю 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 Четыре ночи Без сна Сыграном смотрит луна Сыграном смотрит она Кракеш Дожди, дожди, дожди Я оставил любовь позади И теперь у тебя впереди Дожди Дожди, дожди Баранский дожди Дожди Ты оставил любовь позади И теперь у тебя впереди Дожди еще Дожди, дожди Баранский дожди Дожди Ты оставил любовь позади И теперь у тебя впереди Дожди, дожди Подожди Мастер-класс По сцен движению и раскрепощению Дианы Арбениной Удивительно, подвижная песня А прям до мурашек Очень здорово Вот Игорь Корнелюк порадовался бы Но это считаем мы с Марины А вот что теперь скажет жюри По-моему, по-моему, точку зрения Дианы Арбениной Мы уже поняли Я попытался перевести На язык вербального общения Ту оценку, которую вы сейчас поставили исполнительнице Да зал поставил не я Людям же понравилось Это же самое главное Да? Валерий Аковлевич После первой песни я помалкивал Был в таком некотором замешательстве Потому что действительно вам мешало нормально работать Закрепощение вот это Зажатость страшная Но во втором номере вы разошлись И все это было органично Красиво и хорошо звучало И я говорю Да Но имейте ввиду Что вы же не будете возить Диану Арбенину За собой по гастролям Хотя я думаю Они бы не возражали Полагайтесь на себя Я сказал да Спасибо Спасибо вам огромное Что скажете вы? Как всегда в начале одно слово Мило Но Но Очень важно Артиста делает большим Невозможность заменить этого артиста другим человеком То есть главное качество для любого артиста Это уникальность Вот этой уникальности я как раз не услышал То есть было все очень мило Номер фактически аплодисмента зала это Диане Потому что там уникальность присутствовала Знаете Галина Борисовна Волчика Когда я посещаю спектакль Она всегда просит сказать Валерий как тебе? И как-то я попытался Вот как сейчас развернуто сказать Она говорит Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Валера Катапультирует Или не катапультирует Стоп-стоп-стоп-стоп Валера Вот я так и скажу Не катапультирует Меня это выступление То есть мы с Ксенией понимаем Что это Пока нет Нет Одно нет Но три да А поэтому вы проходите в следующий этап Мы вас поздравляем Спасибо Спасибо Это для пользы для вашей Понимаете? Добавлю очень важное Спасибо Ну а сейчас можно уже переставать волноваться И идти радоваться Мы вас поздравляем Наше шоу продолжается Следующий музыкант Одновременно певец и экономист Значит этому человеку Не страшен никакой кризис Он всегда знает Во что выгоднее вложить Свои ноты Свои деньги И свою душу Видимо поэтому он и находится здесь Встречаете? В моей семье нет Я одного человека Который занимается творчеством По этой самой причине Меня отец отправил Учиться на экономическое отделение На бухгалтера После того как мне исполнилось 18 лет Я принял решение Что хватит довольность меня И ушел В музыкальное училище У меня было с детства Совершенно четкое убеждение О том, что это мое С годами и со временем Я понимаю, что слово в песне Для меня больше знать, чем ноты Пускай мне не так много лет Но приходилось понимать Что такое любовь Что такое боль Что такое расставание Когда ты поешь Ты произносишь каждое слово И то же слово любовь Определенным внутренним ощущением Которое оно есть у тебя Артист, выходящий на сцену Он прежде всего делает это для себя Мне бы хотелось сказать И здорово было Если бы меня поняли Здравствуйте Меня зовут Тима Певец Из Ростова-на-Дону Интересно Я видел города Я читал отрывки стран Я разделил напополам Ледовитый океан Старое главное Я падал там вниз головой И что-то случилось странное Ледовитый океан Со мной Со мной Как Плакала Вон Да не слышал Не видел там я Почему-то дышится Еле-еле рядышком И лебединым опорожком Пропадает в прошлое Моя Запорожная Душа Моя Запорожная Душа Моя Запорожная Душа Душа Дима Дима Почему вы выбрали именно этот роман с Еленой Ваингем? Ну она мне близка очень эта песня Судьи вас поддерживают Диана что скажете? Мне очень нравится вот эта пронзительность которая у вас есть И она мне на кастинге понравилась Мне не нравится одно Что вы конкретно скатываетесь в манеру человека Песню которого поете Это не важно кто это Не важно Первое И то что вы не стабильны Вот был какой-то момент вот в этой вот песне Когда Я уже просто я так задрожала внутри Я подумала боже мой сейчас перестанет петь Мне стало страшно Хочется больше уверенности Хочется своей манеры понимаете Попробуйте Попробуйте Вот нас убедить в том что вас нужно пропустить Правда В том что у вас есть свое видение Да Да Потому что у вас очень красивый голос Поверьте И вы очень уникальны Вот вы вышли И уже как стояли Посвятили в себя очень многих людей Докажите пожалуйста это еще раз Давайте попробуем Плачет вода на кухне Капля за каплей звонко странно Слезы найдут в окку или акул Выпав из крана Плачет вода на кухне Чашки и блюдца громко часто В гнездах своих песен Я так хочу плакать от счастья Плачет вода на кухне Чашки и блюдца громко часто Гнезда найдут Или акул Выпав из крана Плачет вода на кухне Веришь не веришь Утром рано Слезы найдут в окку или акул Выпав из крана Но наш разговор с импы Но они с импы За ночь сгорят лак Ты береги себя Ладно Но наш разговор с импы Но они с импы За ночь сгорят лак Ты береги себя Семпы Ну что, удалось сейчас разглядеть настоящее лицо Дмитрия Бартиниевых? У вас уникальный голос, но я не слышал чего-то своего. Вот я не могу понять, что со мной творится. Я не услышал. Володь, это абсолютно... У меня такое же впечатление. У него голос пародиста. Да, такое ощущение, что это пародия была. Хорошая, классная пародия. У вас, вот я с Володей абсолютно согласен, закрываешь. Ваенга была Ваенга, здесь Аллегрова. Я вот как раз сразу Ирину услышал в вашем исполнителе. То есть просто голос великолепного, но это не ваш голос. Просто жанр, просто посмотреть. Если у вас так хорошо это получается, вы даже не ставите задачу, а мы слышим тембр исполнителя. А если вы представляете, еще доработаете, доведете до мастерства, может быть, ваше призвание просто делать пародии на женский вокал. Потому что у вас обертанная, закрывая глаза, по низкий женский голос. Можно хорошо подняться. Да? Да, спасибо. Дима, а вы можете еще что-то спеть, но вот чтобы мы не услышали кого-то? Чтобы это было не похоже ни на кого. Мне кажется, каждый раз вы будете слышать кого-то. Но мы же не придираемся. Ну да. Мы очень хотим вам сказать «да». Вы для меня не такой, знаете, просто пародист. Вы парень, у которого может что-нибудь получиться. Но черт побери, когда мы это услышим, вопрос. Вам приходит в голову что-нибудь, чтобы спеть сейчас еще раз? С этого решается уже ваша судьба. И брать на себя ответственность, говорить «нет» и «да», это тоже, поверьте, нелегко. Давайте о любви. Что? А не спеть ли мне песню? А чишь, что ли? Ну, интересно, давай. А капелла? А капелла? А не спеть ли мне песню? О любви, а не выдумать ли? Новый жанр по попсове и мотив И стихи всю жизнь получать. Гонорар мою песню услышат, Тысячи глаз моё фото раскупят. Сотни рук, улыбнёвшись, ты скажешь, Это про нас посмеётся над песней. Лучший друг. На самом деле, первый раз в жизни сейчас напою я. Я склонен Вам сказать «да», потому что вижу, что можно такие чудеса делать с Вами. Спасибо. Валерий Яковлевич. Ну, нас, наверное, не наверное, а точно просили некоторые участники о том, чтобы дать им возможность спеть вторую песню. И мы им отказывали. Я всё время слышу чьи-то интонации. Понимаете, в чём дело? Я желаю Вам или пройти как можно быстрее, неизбежный этот, получается, неизбежный для Вас период подражания, или уж пойти по этому пути уже окончательный, то есть пойти по пути пародии. Но сегодня я должен Вам сказать «нет». Первое впечатление пародиста, наверное, Вам тоже не очень подходит, потому что Вы человек, на мой взгляд, который не будет улыбаться тогда, когда Вам этого не хочется. Продолжайте какой-то поиск. Может быть, Вы откроете какой-то жанр новый. Но сегодня, действительно, мы не услышали именно Вашего вокала. А Ваша способность воспроизводить тех людей, кого Вы любите, меня очень даже приятно удивила. Я благодарен Вам за удовольствие, но говорю «нет». Диана, и Ваше резюме. Давайте я скажу «да» и будем совещаться. Да, пожалуйста, 30 секунд на принятие окончательного решения. Я боюсь, что он у Вас дальше, когда я-то приглашённый пришёл, что он встанет ровно, Вы получите через тур точно такую же ситуацию. Тонкий и глубокий человек. Желка, хороший парень такой, тонкий. Парень, ну, мы возьмём, пусть покажешь. Пусть потом. Пусть подойдёт. Пусть подойдёт. Режиме? Пока не готов. Всё. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Пока жюри делится впечатлениями, Вы можете сделать то же самое. Заходите на наш сайт сцена.тв, делитесь впечатлениями, смотрите видео со всех выпусков нашего шоу, будьте в курсе актуальных событий и многое другое. Сцена.тв, будь в теме. Ну иди, я люблю тебя. Здравствуйте. Я на этом шоу недавно, но на моей памяти это впервые, когда участнику дают спеть вторую, потом третью песню. Ты спел две женских песни, в первую очередь. Но скажи, на кого из артистов-мужчин, может быть, ты ориентируешься в творчестве? Мне нравится Иванов. Ронда. Носков, да. Понятно. Ты, насколько я знаю, учился на экономиста, в итоге решил всё-таки дальше связать свою судьбу с музыкой. Ты пример того, как человек должен идти к своей мечте. Поэтому и сегодняшний день для вас, ребята, и в частности для Димы, это просто ступень к следующему этапу. Спасибо. И что-то случилось странное. Для меня один из самых главных критериев – это непохожесть. Это человек, выходящий на сцену. Я жду от него, что он вынесет что-то необыкновенное, чего я никогда не видел и не слышал. Нам нужны абсолютные уникры. Вот человек, он один. Давайте позовём вместо него другого. Нет такого другого. Человек должен быть не случайный в этой истории. Если он встал на сцену, за ним должен быть опыт и багаж того, чему его научили. Нужно ответить себе на вопрос «Зачем я вообще здесь?». Если правильно найдёшь ответ, то мы скажем «Да». Здравствуйте. Группа «Иллинойс» города Владикавказ. Ароматы ванили, сладкой ватой клубы. Надо мной проплывают, пропадая вдали. Заплетаются косы, виноградные лозы. Оставляя улыбки и немного слезы. А дочь на окнах рисует, напоминая о твоих поцелуях. Всё дело в том, что дочь ничем не рискует. А я боюсь, что потерял тебя. Я невозможно скучаю. Я очень болен, я почти умираю. А где-то ты ничего не узнаешь. А я боюсь, что потерял тебя. Потерял тебя. Спасибо. Это была группа «Иллинойс». Ну что, какие впечатления, Валерий Аковлевич? К сожалению, в нижнем регистре звучали тускло. Мне не хватило и яркости какой-то, и непохожести. То, чего мы ждём здесь, то, зачем приходим сюда. Поэтому моё нет пока. Может быть, материал не совсем удачно подобран, как это порой бывает. Может быть, у ребят есть ещё что-нибудь? Что у вас ещё в репертуаре? Есть песня группа «Браво». «Браво»? Какая песня у вас? «Этот город». Валерий, ну вы, по-моему, не исполняли эту песню, да? К этой песне я не писал ни текст. Музыку «Браво» пишет Евгений Хавтан. И эта песня после моего уже ухода в сольное плавание. Ну, с удовольствием послушаем. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. Разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Да-да-да, совсем недавно пряталась стуна. А где вызывают птицы крыльями восход? Тут, куда-то уплывает белый пароход. Я не знаю, где ещё на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер И останусь навсегда. Голубые тротуары, синие цветы Ярко-жёлтые трамваи, розовые сны Он как будто нарисован мелом на стене. Этот город самый лучший город на земле. Я не знаю, где ещё на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу попутный ветер И останусь навсегда. Браво! 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 Группа, браво! Валер, ну вам близко такое прочтение? Хафтан бы, кстати, это всё одобрил бы. Есть замечание. Не одобрил бы. По простой причине я был бы с ним солидарен вот в одном месте. По энергетике эта песня была исполнена хорошо. Налицо новое прочтение, что немаловажно, никакой копировки нет. Но есть отход от великолепной мелодии, которую сошнил Женя Хафтан. Мелодия — это неприкосновенно. Поэтому думаю, что были бы претензии. Но в целом эта песня мне понравилась больше, чем предыдущая. Не потому, что я вам помогал, а потому, что в ней было больше света. Поэтому я пока не могу однозначного решения принять. Хорошо, давайте тогда мы сейчас спросим остальных членов жюри, да, и потом уже примем окончательное решение. Диана. Ну, очень много такой классной энергии, молодой. Что касается второй песни, я против того, чтобы менять мелодию. Всё же, пацаны, но я не могу. Вот я хочу слышать мелодию ту, которая была написана. Я на сегодняшний день говорю «нет», потому что нужно поучиться ещё. А то, что вы, если не будете бросать, вырастить — это сто процентов. Играйте, играйте, играйте каждый день. Володя, ваше очень важное мнение. Как важен репертуар, блин, как это важно. Вот вы в первой песне, это было, ребят, ужасно, потому что у нас есть возможность сравнивать группы, которые звучат вообще очень здорово. Есть тема звучания, потому что вы не звучали никак. Во второй песне всё стало по-другому, всё-таки это вернулось на свои места. У вас... Вы преобразились. Я склонен сказать вам «да». Спасибо. Ну, я сейчас скажу, конечно, потому что... Я понимаю, что сейчас от моего голоса зависит, но я бы сказал, как профессор. Помните, в фильме «Операции»? Там было коротко и красиво. Он сказал, за изобретение ставлю пять, а по предмету не вот. Так вот, за обаяние пять, а за... Того, чтобы вы ещё поволновались, чтобы мы решили финал, и я поставлю вам. У нас как раз вот два «да» и два «нет». Мы опять в щекотливом положении. В нашем любимом щекотливом положении. Да, да, положение действительно щекотливое, потому что сейчас, когда мнения разделяются пополам, у судей есть 30 секунд для того, чтобы ещё развесить все шансы. Ещё раз оценить ваше выступление и уже выставить окончательную оценку. Ещё? Я говорю «нет». Я говорю «нет», потому что надо работать ещё. Ну, правда. Я точно «нет». Просто поверьте, мы можем больше. Мы можем намного больше. За это плюс, за это минус. Хорошо, я возьму на себя ответственность вот в этот момент сделать правильное решение. Ребят, то, что вы попали на проект, это и есть самое главное. Вы делаете шаги и делаете выводы. Но мы сделали сейчас вот вместе максимально, чтобы вас так тряхануло вулканом, чтобы вы поняли, что для этого нужно очень много работать над собой. Работайте, и у вас будет будущее. Пока «нет». Ребята, вы не проходите в четвертьфинал, но это решение принято специально, чтобы вас в хорошем смысле этого слова разозлить и увидеться через год на этом же месте. Спасибо. Вставайте, пожалуйста, сюда. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что, может быть, не так пошло? В чем была ошибка? Ну, ошибок было много именно в плане технических и инструментальных, и вокальных было немерено. Но, точнее, даже больше было вокальных ошибок в первой песне. То есть не то, чтобы барабанщик все испортил, да? Нет, барабанщик молодец. Но в целом все хорошо. Мы не расстроены, мы только рады. Это наш первый выезд с группой за пределы зоны комфорта. И в целом все получилось очень-очень-очень классно. Успехов и не останавливайтесь на достигнутом. Хорошо, спасибо. Музыка – это такой язык. Ну, как любой другой язык, только намного богаче, который можно передавать, наверное, внутреннее состояние, состояние души. Моя первая профессия именно в музыке – это классическая гитара. Но вокалом болею тоже с детства, потому что, ну, не знаю, я всегда чувствовал, что это мое. Голос связан со словом. Поэтому вокалист, он не похож ни на одного другого музыканта. Я считаю, что самое главное – это любить музыку и жить музыкой. И говорить на языке музыки. Мне кажется, что для публики должно быть это интересно. Удачи, всего хорошего. Смелее. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Мурин. Я из Москвы. Ах ты, душечка, Красно-девица, 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 Мы пойдем с тобой Разгуляемся. Мы пойдем с тобой Разгуляемся Вдоль по верешку Волги, Волги, Матушки, Эх, пускай на нас Люди зарятся Ну и что же это? Что за парочка То не братья строй И не муж женой Добрый молодец С красной девицей С красной девицей С красной девицей Дмитрий Мурин Дмитрий Дмитрий, выходя скромно Сказал, что он из Москвы Его зовут Дмитрий Мурин Он музыкант Гитарист Лауреат международных Конкурсов Как вокалист Можно сказать Дебютирует впервые Валерий Сюткин О профессионализме Никаких замечаний Здесь и быть не может Когда у вас будет Большое Сольное выступление Надо будет искать Краски Чтобы концерт Не воспринимался Как хорошая Но все-таки Одна песня То есть тут очень Важно будет Найти что-то другое Но за этот номер Сегодня Я говорю вам Да Спасибо Спасибо большое Дядя Я очень кратко Спасибо вам огромное Я говорю вам Да Спасибо большое Мне Вот Мне очень по сердцу это И конечно Вот такая Чистота Это так здорово Спасибо Спасибо Володя Престников Я очень рад Что Россия живет Внутри нас У каждого из нас И вы это доказали Сегодня Безумным профессионализмом Потрясающим талантом Вы очень талантливый человек Вы как играете Так и поете Это все было В одном В одном космосе Спасибо вам конечно же Да Спасибо Валерий Аковлевич Ваше мнение итоговое Я просто Невольно Напрашивается вопрос С вашим академическим пением Зачем вы сюда-то пришли Абсолютно Уверенная Уверенная Точная Интонация Все красиво Все верно Все правильно Я хотел вам сказать Что вам и здесь Собственно и делать то нечего Ваше место может быть На академической сцене Может быть в опере Может быть Вы будете героем оперетты Но тем не менее Слушая такой голос Было бы варварством Сказать нет Поэтому Вот примите эти мои Мои ощущения И остается надеяться Только на то Что Найдется на Главной сцене Место Такому прекрасному Голосу С академическим Репертуаром Да Спасибо большое Можно еще сказать Мне Мне тоже в голову Приходили такие мысли Когда я вас слушала Где-то минут Секунд тридцать Наверное я думала Над тем Что же дальше делать И так далее А потом я себя Просто Остановила от этого Потому что Главная сцена Вот этот проект Это ни в коем случае Не исключительно эстрада Это настоящая Русская Песня Во всех Ее разновидностях И если у нас Не будет Людей Которые поют Так Ну извините Тогда самоотвод Спасибо вам Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо Дмитрий Я вас поздравляю Вы проходите В четвертьфинал Дорогие друзья В четвертьфинале Участникам предстоит Показать свои актерские Способности А вот кто Попадет В четвертьфинал Сегодня Решает Прекрасная Компетентная Четверка Судей Валерий Леонтьев Диана Арбенина Владимир Пресняков И Валерий Сюткин Если вы захотите еще раз Посмотреть ваше любимое Выступление Или показать их друзьям Вы можете сделать это На сайте Russia.tv Молодина Молодина Привет Спасибо Дмитрий Добрый вечер Поздравляю Скажи пожалуйста А кому ты посвятил песню Которую исполнял Ах ты душечка Кому ты ее пел Вы знаете Артист когда выходит на сцену Он Целиком и полностью дает ее Своей любимой публике Угу Валерий Яковлевич Высказал мнение Что было слишком Академичным Вае исполнение Согласен ли ты с ним Да я согласен Что сегодня Это была как раз Академическая песня Я готовил на самом деле Сегодня вторую песню Вот Ну значит мы ее Прибережем на Следующий раз А может быть и что то новое Ну что я хочу сказать По поводу оперного Творчества Или по поводу эстрады Тоже луча на повороте Он пел со всеми эстрадными звездами Я знаю что вы музыкальная семья Скажите часто ли утром За завтраком Дмитрий берет гитару И задает тон всего дня Для всей семьи Дима действительно Музыкант с большой буквы Очень талантливый Грамотный И музыка это его призвание Тогда успехов Удачи Я вас еще раз поздравляю До встречи в четвертьфинале Спасибо Спасибо На главную сцену Многие приходят Не только ради победы Непосредственно в шоу А еще и ради победы Над своими сомнениями И что греха таить Своими комплексами А также чтобы получить Бесценные советы Рекомендации Установки От своих Более опытных товарищей Вот именно за этим Пришла на шоу Главная сцена Мария Клишина Я прошла весь Образовательный путь От музыкальной школы Через училище И закончила институт И сейчас я преподаватель вокала Я очень много преподавала Но как вокалист Сама я практиковала очень мало Из-за этого конечно У меня были определенные сложности С исполнительством На год Закрылась студия И работала Над своим звуком Над своими песнями Поначалу выходить на сцену Было очень страшно Но Тут уже как-то я Мудро подошла К этому вопросу И стала просто Ставить себе концерты Играть, 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 играть Играть, петь, петь, петь И впоследствии Ну просто мне стало легче Макияж так важен для сцены Увлажненная кожа Вдвойне С универсальным увлажняющим кремом Либридер Кожа сияющая и гладкая Супер! Еще с гиалуроновой кислотой Главная сцена для меня Это Возможность Как-то Побороть себя В очередной раз Это просто такое Интересное приключение Которое Приблизит меня К тому, кто я есть На самом деле Здравствуйте! Мария Клишина Город Москва Утекай В подворотне нас ждет маньяк Хочет нас посадить на крючок Красавицы уже лишились своих чар Машины в парке все гангстеры спят Остались только мы на растерзание Барочка простых и молодых На ра-ла-ла-ла... На ра-ла-ла-ла-ла Оттикай Оттекай, он порежет меня на меха И граница потеряет контроль Руку ниже ветра, он как штат Смотрит щелочку, что-то отбор Остались только мы на растерзании Ручка простых молодых Моря Клишина Вот какое прочтение Логутенко Ну, что скажет наша уважаемая жюри Диана, пожалуйста У вас классный голос Не надо вы демонстрировать, скажем так, забив на изначальную мелодию, придумав свою Ну, правда, не надо Он же все-таки писал это, правда? Отлично писал А что еще вы можете? Вторая песня называется «Я буду помнить» Это песня, которую исполнял Владимир Просняков и исполняет А что там с мелодией? Вот главное, да, мелодию здесь не менять сейчас Давайте с удовольствием попробуем Давайте А вообще я хотел еще сказать, что вы очень сыгранная команда И это подкупает Вот реально сыгранная Я хотела бы сказать отдельное спасибо своим музыкантам Ребята Потому что главное — это банда Для вокалиста это самое важное Скажи так Главное — это банда Главное — это банда Сейчас посмотрим, как эта банда выступит с Владимиром Просняковым Я буду помнить только эти слова всегда Я буду верить лишь в чистоту этих искренних слез Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь Оставив память лишь букет увядших роз Когда забудешь ты меня и на рассвете уплывешь Оставив память лишь в звуке ваших роз Я буду помнить только этот голос всегда Он, как лесной ручей, будет ласкать сердце моё Когда, укрывшись от дождя, под старым стареньким зонтом Останусь со семьёй наедине вдвоём Когда, укрывшись от дождя, под старым стареньким зонтом Останусь со семьёй наедине вдвоём Та-дам-дам Та-дам-дам Та-дам! 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 Мария Клишина и Владимир Пресняков. Теперь это банда! Мало! 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 Ну что же сейчас скажут наши жюри? А это самобытненько. Яркий имидж мне очень понравилось. И мне кажется... Мне кажется, что у вас... В вашем вокале есть гораздо еще большие возможности. Потому что там такой крепкий пронзительный верх. И чувствуется, что это не предел. Что вы можете гораздо больше. Поэтому, да. Спасибо. Да, от Валерия Ильиничева. А знаете, что еще? Вот когда... Как вот проверяются артисты песни? Вот когда мало. Я думала, вы еще споете куплет. Я уже на стул залезла. Прости. Вот там про птиц. Ты показывай в следующий раз. Так я показываю. На меня не смотрели. Но я, правда, отвернулась. Я вот так показывала. Ну вот, куда я смотрел? Слушайте... Слушайте... Слушайте, ну, у футболистов... А что? У футболистов есть такая поговорка. Самое красивое в футболе – это счет на табло. Так все-таки какой будет вердикт? Я скажу «да». А я свой вопрос обращаю к Владимиру Преснякову, который выступал только что с Марией. Ну, мне очень нравится, что вы были... Вот ваша природа такова, что вы поете. Это чистая природа. Вы не делаетесь, не пыжитесь, не знаю. Вот вы стоите, у вас хороший имидж, команда очень сыгранная. И, конечно же, да. Валерий, будьте добры. Энергично, динамично и органично. И по молодежь. Конечно же, да. Спасибо. Вы в четверть финале. Мы вас поздравляем. Это было здорово. Спасибо большое. Спасибо. Технический прогресс налетел на нас бешеный, как электричка. Еще 20 лет назад были популярны пейджеры, а сейчас с помощью смартфона можно делать практически все. Например, подглядывать в текст или же получать всю актуальную информацию об участниках. Смотреть все выпуски шоу «Главная сцена» и даже то, что осталось за кадром в официальном приложении «Главная сцена». Скачивайте приложение в магазинах вашего смартфона, а также на нашем сайте «Сцена.тв». Любимое шоу теперь всегда в твоем кармане. Поздравляем. Молодцы. Спасибо. Видишь, бас не подвел. Не подвел, да. Слушай, ну ты умница. Я помню тебе совсем маленькую девочку, я очень рад, что ты выросла. Я очень хорошо знаю твоего папу, мы с ним записывали песню «Белая река», «Джулия», «Стоп ночь», «Солдат любви» и так далее. Поэтому я очень рад, что… Да, да, да. Потом мы приходили и пили чай на кухне, а ты уходила в школу. Чай. Утром уже это было. Поэтому мы рады, что вот такая выросла у нас звездочка. Поздравляем тебя. Спасибо большое. Ну ты можешь больше. Тебе правильно сказали? Я думаю, да. Да. Надо будет показывать это больше обязательно. Сомнений нету. ACDC forever. Это точно. Спасибо. Сейчас мама. Ну просто праздник какой-то. Целый день провести с тобой – это просто удовольствие. Видимся только на студии с Машкой. Да. К сожалению, мы с родителями видимся редко. С папой на студии, с мамой на концертах. Спасибо, Маша. Так что сегодня правда праздничное настроение. Спасибо. Я очень доволен. Просто вот не знаю, слов нет. Ура! 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 Я хочу сказать несколько слов про следующих участников. Ребята вместе учились в Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Или Гнесинки, как они называют ее сами. И все мы ее так называем. Участники очень любят вспоминать времена своей учебы. И сегодняшнее выступление для них – это еще один очень хороший, светлый повод собраться вместе. Наша группа Ромео Терапи ответила однозначно на извечный вопрос, заданный еще шекспировским Гамлетом. Однозначно быть. И быть в лучшем виде. Самое главное в наших песнях, в наших аранжировках – это то, что мы создаем атмосферу в них. Если вдруг на вашем сердце или в вашей душе образовалась рана, Ромео Терапия – это то, что вам нужно. Слова для души, а музыка для тела – вот и секрет терапии. Мы пришли сюда только побеждать и, конечно, радовать вас хорошей, качественной музыке. Здравствуйте. Роман Графов и группа Ромео Терапи. Монтан и сквер напротив окна, Ты вновь сюда приходишь одна. В окне, будь добрами ты, Рисую я вновь тебя, Рядом с тобой себя, Чтоб ты не была одна. Я рисую, я тебя рисую, Я тебя рисую, Сидя у окна. Я тоскую, по тебе тоскую, Если бы ты это только знать могла. Весь мой дом патретами увешан Без тебя теперь мне прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно, С каждого патрета смотришь на меня. Пусть всё простой, Хранят года, Теперь со мной ты навсегда, навсегда. Ты всё поймёшь, увидев мой дом, Где я всегда с тобою вдвоём. На этой стене и той, Портреты висят твои, И каждый рисунок мой, Признание тебе любви. Я рисую, я тебя рисую, Я тебя рисую, Сидя у окна. Я тоскую, по тебе тоскую, Если бы ты это только знать могла. Весь мой дом патретами увешан Без тебя теперь мне прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно, С каждого патрета смотришь на меня. Пусть всё простой, Хранят года, Теперь со мной ты навсегда, навсегда. АПЛОДИСМЕНТЫ Ромео Терапия! АПЛОДИСМЕНТЫ Валера, Валерий, всё-таки, пожалуйста, Ваша точка зрения на это выступление. Эту песню совсем недавно я слышал. Эту песню «Райбендл Палс». Её блистательно исполняет Интерскусулес. У него, наоборот, по отношению к Якой Оле, более лирическое прочтение. Ваше мне показалось состоятельным тоже. Я скажу «да». Спасибо. Валерий Аковлевич. Давайте я чуть-чуть позже выскажусь, потому что у меня очень-очень двойственные ощущения. Хорошо. Диана. Ну вот для меня это тот случай, когда у вас всё клёво. Но мне вот чутка не хватило той самобытности, о которой говорил Валера Сюткин не раз. Вот когда хочется понять, что такого второго никогда не встретишь и никогда не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Я говорю «нет». АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Пресняков. Мне нечего добавить, потому что всё, что было пока сказано, это мои же мысли. Я не увидел что-то нового, чего можно запомнить. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, ребят, нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Валерий Аковлевич, ну вот теперь вам надо принять окончательное решение. АПЛОДИСМЕНТЫ Понимаете, возможности-то и есть у людей, это совершенно же очевидно. И голос есть, и есть энергия, есть сила, и внешние данные все. Но нет то, что называется моё, моё, моё. Только моё. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, три нет против одного. Вы не проходите в четверть финал, но вы всё равно уже попали на главную сцену. Спасибо большое за комментарии. Валерий Аковлевич, ну вот теперь я висую с ее окна. Я тоскую по тебе тоскую, если бы ты это только ждать могла. Весь мой дом, а грядами увешен вести, но теперь мне не может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Рома, здравствуй. Мой? Здравствуй. Здравствуйте, ребята. Ром, скажите, вот если вообще взять и всё стереть, что было? Вот сейчас вам надо, например, выйти на сцену. Что бы вы изменили в своём выступлении? Что бы сделали по-другому? Ничего. Всё так же? Всё было так, как должно было быть. И ни лучше, ни хуже. Я думаю, мы сделали то, что мы можем сделать. Сделали, я считаю, хорошо. И показали себя хорошо. То, что мы не прошли, может быть, они правы. Я не спорю. Но будем искать, значит, будем развиваться и искать своё направление, свой стиль. А как вам кажется, объективны ли они сегодня, наши члены жюри? Я думаю, да. Мы будем дальше творить и будем выступать. Молодцы. Это главное. Спасибо. Проект «Главная сцена» принимает сотни заявок на участие, выбирая всего лишь несколько десятков самых счастливых. Следующая исполнительница расценивает свой приход в шоу ещё и как свадебный подарок жениху. С моим женихом познакомились в ресторане, где я должна была петь. Он меня называл танком. Везде пролезу, везде всё сделаю, везде пробьюсь. И ему это безумно понравилось. Как только мы начали жить вместе, я начала расслабляться и чувствовать себя женой домашней. И он в один момент просто разозлился и сказал, я тебя не узнаю, ты не та, в кого я влюбился. Меня это очень сильно задело, и я поняла, не, дорогой, так не пойдёт. Я тебе докажу, что я на многое способна, я многое сделаю. Учитывая то, что я никогда в жизни не участвовала в таких масштабных конкурсах, я очень много всего упустила, но на этот раз я хочу победить. Давай, давай. Здравствуйте, меня зовут Маша Гучи. Я из Автономной Республики Гагаузия, село Котовское. Если однажды горячее солнце станет холодным, как утренний лёд, Если зима жарким летом вернётся, и на песён белый снег упадёт. Если беда, что ничем не измерить, рухнет на землю косною звеня, Я буду знать всё равно, что ты веришь, я буду знать, что ты любишь меня. Если погаснут далёкие звёзды, высохнет весь мировой океан, Если спасать этот мир будет поздно, он через час превратится в туман. Даже уже в раскалённой пустыне то, что когда-то мы звали с земля. Знаю, что сердце твоё не остынет, я буду знать, что ты любишь меня. И глядя ангелом с неба на землю, выкраду нам с тобой место в тепле. Голосу сердца и разума в небе, я упаду, но поближе к тебе. Эй, напи, сиренью, я обниму тебя кроной шума. Ты будешь знать, что я твой добрый гений, я буду знать, что ты любишь меня. Ты будешь знать, что я твой добрый гений, я буду знать, что ты любишь меня. Спасибо. Маша Гуче, кому было это посвящение? Любимому. Он слышал вас? Надеюсь. Услышал? Что услышали члены жюри? Услышал и понял. Диана. Мне нравится, что у вас нет такой, знаете, столичной наигранности. Не хватает, конечно же, опыта. Песню выбрали сложную, с этими модуляциями, с таким постоянным напором. Невозможно остановиться и отдохнуть. И я еще подумаю, ладно, только давайте так, если я скажу вам нет, это означает, что просто нужно еще петь и петь и петь, а не потому, что вы где-то забыли слова. Это ерунда. Поэтому я пока воздержусь, в конце скажу. Валерий Яковлевич. Спасибо. Да, я совершенно согласен с Дианой, что забытая строчка, она вообще не может никак повлиять на решение, потому что это случится может с каждым, там, наплевать. У меня в целом сложилось впечатление, что у вас возможности есть, но вы не готовы. Я бы на вашем месте иначе бы распределил силы, потому что это действительно, это изматывающее произведение. Каждая следующая модуляция требует напора все больше и больше и больше, а вы сразу вскочили на коня и голоб дали. Надо было все-таки иначе распределить свои силы и с надеждой на то, что у вас все получится, но пока нет. Валерий, вы что скажете? Мне сейчас показалось, что голос звучал резко и однообразно на протяжении всей песни, несмотря на модуляцию. И мне не очень понравилось, скажу вам честно. Я желаю вам счастья вместе со своим молодым человеком. Спасибо. Это главное на самом деле, а сегодня говорю нет. Владимир Пресняков. Вы можете спеть еще что-нибудь? Да. Пожалуйста. Только постарайтесь, постарайтесь учесть вот эти все замечания. О, ребята, артиллерия тяжелая пришла. Спасибо. Что будете петь? Следы дождя, Усланов. Слушаем еще одну песню. Это все случилось звездную полночь, и себе я не смогу простить. Что позволил уйти навсегда прочь той, с кем ты готов был жизнь прожить. В суете за счастьем в долгой погоне, пронеслись бессветных дней и года. Но ты только сейчас это понял, что ее одну любил всегда. Я знаю, надо верить в чудо, и буду я искать по всю тебя любви. Любовь моя. Но за окном все та же звездная полночь. Ярок свет луны и воздух чист. В лунном свете кружит и летит прочь от меня Последний жёлтый лист Этот лист, он как восстанец был он На меня навеял прошлого грусть Но я знаю, ушедшего снова Не вернуть уже нам, ну и пусть Да, следы дождя на мокрых стёклах Моя душа насквозь промокла Море слёз, душа моя Да, я знаю, надо верить в чудо И буду я искать повсюду тебя, любовь моя Спасибо Маша Гуччи, которой аккомпанировали наши саунд-продюсеры Андрей Сергеев и Александр Коновалов Спасибо большое Володь, ну, надо тогда принимать решение Машенька, вы плавали Ну, плавали прямо Опять там была модуляция И вот так у вас вокал, он Надо ещё Опять есть же Есть же У нас возможность сравнивать И Я вам, наверное, скажу нет Дайте шанс, пожалуйста Пожалуйста Можно я продолжу и закончу Когда мы говорим нет Это означает, что действительно надо ещё Повпахивать Поработать надо ещё, Маша Перенервничать Это видно Это видно И в этом ничего страшного нет Но когда опыта будет больше Вы не будете плавать А нервничать будете продолжать И в этом есть искусство Понимаете? И я хочу вам сказать, что Володя Пресняков Наидобрейший парень Если он говорит, что вы плавали То Ну, действительно, надо поработать Я говорю тоже нет Да, Валерий Я хотел бы добавить ещё Мне кажется, что это очень важная деталь У вас очень интересное лицо И мне кажется, что вы С крупным планом вы справились По части того, как надо выглядеть на экране Вам нужно найти какую-то более определённую Более яркую сценическую манеру Я имею в виду для всего своего организма Для всего тела Сейчас у вас стойка Это как соломина За которую вы держитесь Вы ею занимаетесь Вы за неё хватаетесь Когда они уверены в том, как поступить В следующую секунду Попробуйте от неё избавиться Спасибо Маша, к сожалению, вы не проходите в четвертьфинал Но, как вы поняли из слов нашего уважаемого жюри Жизнь на этом ни в коем случае не заканчивается В первую очередь, конечно, творческая жизнь Мы с вами обязательно увидимся здесь на главной сцене Спасибо большое Спасибо Сначала родные в таланте Все это обнимается Машка, ты лучшая Нет, ну молодец Здравствуй, Маша Здравствуйте Вставай, пожалуйста Скажи, пожалуйста, с чем ты согласна из услышанного от жюри? Ну, я думаю, они, в принципе, более профессиональные люди Они наверняка знают свое дело И знают, что говорят Я думаю, они во всем правы Просто я впервые в конкурсе Поэтому это, наверное, сыграло свою роль Что я перенервничала Я пела просто на автомате Даже не могла подумать о чем-то Просто пела Просто пела Наверное, это главное состояние для творческого человека Тебя поддерживали друг, дядя Два мужчины саунд-продюсера Которые были с тобой на сцене Может быть, кто-то из них сейчас скажет Хорошие, добрые, нужные слова Саша, Андрей, Андрей Я считаю, что у Маши большие перспективы Она вырастет в большую артистку И, конечно, наше жюри, оно мудрейшее Они говорят абсолютно правильные вещи Что пока просто не хватает опыта Не хватает чуть-чуть уверенности в себе Но все равно она молодец Ты умница Мы тобой довольны А дальше будем работать Успехов В шоу «Главная сцена» Участники получают не только опыт И телевизионный эфир Но также возможность получить эфир радийный И для этого даже не обязательно доходить до финала Нужно просто понравиться Зацепить своей харизмой Ведущих шоу на Авторадио Мурзилки вас обязательно пригласят к себе Наш дуэт образовался 7 лет назад В городе Герой Кривой Род Ну, я что-то так подумал, что у Алекса тембр голоса Очень хорошо впишется И можно будет попробовать что-то сделать Мы работали там На корпоративах На день рождениях Выступали в клубах Делали разные программы вместе В один прекрасный момент Мы просто решили Что все это как бы ну хорошо Но не этого хочется И решили делать свою музыку Москва для музыканта Это город больших возможностей Поэтому я считаю нормальное решение Захотеть заявить о себе На таком глобальном шоу Как главная сцена Здравствуйте Мы дуэт Алекс Барышников Город Кривый Рок, Украина Крутится волчок Крутится волчок Люблю волчок Забаву детство Чего прощенья Чародейство Не сомневаясь Нинает В движении думал я Живет он Все Все очень просто Бешено, бешено, бешено Бешено, 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 бешено Коммуния Это сама природа Наглядный дает урон Крутится волчок Крутится волчок Крутится волчок Крутится волчок Крутится волчок Люблю волчок, забаву детства Чьей попрощенье чародейство Не сомневаясь, ты на йонтур В движении думал, я живет вон Крутится волчок Группа Алекс Барышников Вот так вот сегодня крутится волчок Молодец! 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 Сердце выскакивает Зал тоже попал в это Центростремительное ускорение Что скажет жюри Валерий Яковлевич? Энергия в этом была Но я старался Как-то распределить свое внимание Чтобы не только смотреть Но иногда просто специально отворачиваться Чтобы слушать И мне хотелось бы вам пожелать Чтобы вы нашли какие-то Крючки, может быть мелкие Какие-то фишки Которые давали бы нам, слушателям, зрителям Возможность вас узнавать Вот это вот такой яркости Какой-то индивидуальной характеристики В пении я, к сожалению, не услышал Я желаю вам Обязательно ее нащупать И найти Вы молодые люди С этим справитесь Но сегодня я говорю нет Валерий Сеткин, похоже, согласен с этой оценкой Да? Мы ищем Главные персонажи На нашей отечественной сцене Ищем будущее наше музыкальное Понимаете? В вашем лице Я поймался на мысли Что я помню ощущение От этой песни Когда ее Саша Монин С круизом исполняли И я первый раз это услышал Вот тогда я попал в центр вращения Сегодня ваш смерч меня не зацепил Я поздравляю вас с участием Но сегодня нет Спасибо Володя Пресников Ну, моя творческая жизнь Началась вообще с круиза Мне было 14-12 лет Когда я вышел со своей песней Красная книга И, конечно же, мне это очень дорого Особенно «Крутится волчок» Это был безумный хит И Санька Монин Там, конечно, он с хрипом пел Ну, вам действительно чего-то не хватило Очень не хватило Ну, позвольте за песню вам сказать «да» Диана, ваше мнение становится решающе Я вам говорю, пацаны, нет Потому что Мне очень нравится эта песня И мне как раз-таки не хватило вот этой легкости Напор клево Но не было вот этих вот верхушек Которые есть в оригинале И которые действительно уносят Которые действительно закручивают И, видя вас, я прекрасно понимаю Что вам это мое нет Как слону дробина, понимаете Все равно будете петь И, может быть, еще раз встретимся Спасибо Ребята Вы не проходите в четверть финал Но ваша творческая жизнь только начинается Самые активные поклонники шоу «Главная сцена» Не перестают вести обсуждения в наших группах в социальных сетях Вступайте в официальную группу «Главная сцена» Вконтакте И присоединяйтесь к нам Давайте все будем вконтакте Я четко знаю о себе Что для меня музыка – это некое такое состояние Ну, около медитативное Потому что я еще, помимо всего, давно занимаюсь йогой И на самом деле работаю тренером по йоге И музыка – это для меня такая вот сфера познания, что ли, медитация, в общем Когда ты боишься очень выходить на сцену и петь Ты очень так погружаешься внутрь себя Соответственно, голос такой более глубокий, что ли Многие говорят, что они это состояние как-то считывают Ну, воспринимают, ощущают И, наверное, если более простым языком говорить То это такое состояние успокоения, может быть, такое удовольствие какого-то Мне бы хотелось это самой испытать И чтобы это почувствовали зрители Здравствуйте, меня зовут Наня Ева Я из Южно-Сахалинска Полупустой вагон метро Гринный танец Меня везет ночной экспресс В старый отель И пусть меня никто не ждет У двери Вези меня ночной экспресс Вези меня скорей Город плывет В море цветных огнях Город живет Счастьем своим Старый отель Она не болеет Двери свои Открой Старый отель В полночь меня Укрой Укрой Старый отель Старый отель Укрой Наня Ева Как вам такой образ Жанны Агузаровой? Это вопрос, который хотелось бы адресовать Валерию Зюткину Хорошо Мне понравилось, потому что совсем не похоже на Жанну Такая элегантная получилась Элегантное скрещение Жанны Агузаровой и Шаде Наверное, так туда ближе Абсолютно Были какие-то, может быть, неточности С точки зрения сальфеджио не идеальной Но Я вам хочу сказать Я был на концертах Шадена Живых Там тоже есть неточности Но мы все это прощаем Ради шарма Вот этого женского достоинства Которое я в вас почувствовал В вашем исполнении И просто эмоционально Не хочется дальше анализировать Скажу «да» Очень понятный ответ Вот вы просто закачали волну Я с вами туда уплыл Это так здорово Вы это умеете делать И плюс Я почувствовал себя каким-то дельфином И до сих пор бы я еще, 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 еще плавал Так минут 30 бы Не останавливаясь Конечно, я вам скажу «да» Это было очень самобытно Очень вкусно Но в принципе, учитывая, что Наня Ева Заключительная Исполнительница Мы можем еще немножко поплавать Хотите ли вы услышать вторую композицию? Я хочу услышать Я хочу услышать Да, я с удовольствием Волны и ходы Снова волны Уплывают пальца кармоны Прочь, тревоги, англичанка Возвращайся с Богом домой Каменный мост над водой Спи, словно стражник демой Лондон, гудбай Лондон, прощай Искал чужой Лондон, гудбай Лондон, прощай Пора домой Лондон, гудбай Лондон, прощай Искал чужой Лондон, гудбай Лондон, прощай Парадамо Лондо, say goodbye Лондо, say goodbye Лондо, say goodbye Лондо 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 Лондо, goodbye Лондо, пряча И старте уже Лондо, goodbye Лондо, пряча Парадамо Лондо, say goodbye Ой, я очень хорошо помню эту песню из 90-х. Это, по-моему, ещё первый состав группы Carmen. Ещё когда Лемах с Богданом Титамиром вместе выступали. Мы на дискотеках под неё танцевали, я помню. Эрнест, покажите, как вы танцевали на дискотеках? О, как они хорошо отошли. Я не могу тут отзывать Акапелла. Пожалуйста, пожалуйста, Эрнест. Я могу подержать микрофон. Пожалуйста. Надо фонограмму запустить. Акапелла Эрнест Огурцов, дорогие дамы и господа. Лучший состав. Убедил. Да, 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 да. Всё, проходите. Кто проходит-то? Эрнест, только что вы спасли девушку, потому что я сказала «да». Огромное спасибо вам за этот классный танец. А вам, девчонки, за то, что вы так синхронно, оп, и так в сторону, оп. Это инстинкт самосохранения, не больше. Отлично, супер. Это достойность завершения программы. Классно. Мы банда уже. Валерий Аковлевич, ваше мнение. Мне нравится тот образ, который вы вынесли, который представили на суд. Молодцы. И на наш суд. Очень эффектно вы выглядите. Скажите, вы здоровы, в смысле, в вокальном отношении? Сегодня хриплю немножко. Почему? Я вижу, у вас добираетесь в верхний регистр, у вас проблемки начинаются там. Подхрипываюсь. Крепация – это как раз здорово. Мне нравится. Такое недоставание верхних нот. А бывает от страха еще. Ах. Но у вас есть в вашем пении такие классные вот эти вот, на первый взгляд, незаметные джазовые приемчики. Вот эта вибрато совершенно очаровательная, которую вы делаете не в горло, а уходя именно на пиано. Вот это вот классное мурлыканье, в хорошем смысле джазовое, оно в конце концов перевесило чашу весов и… да! Ура! Четыре да! И вы проходите в четверть финал. Более того, у нас полный комплект. Двенадцатая исполнительница и… Шесть участников, прошедших в четверть финал, которых мы с огромным удовольствием приглашаем вновь на эту сцену. Итак, по итогам сегодняшнего шоу четверть финал проходят… Ангелина Сергеева, Садо, Ксения Коломбацкая, Мария Клишина, Дмитрий Мурин, Наниева. Ну что, дорогие друзья, страсти кипели, как всегда. Наше шоу завершается. С вами были замечательная, всегда сверкающая, сияющая, искрометная, остроумная Марина Кравец. И ангелоподобный неподражаемый Эрнест Мацкевичес. Мы не прощаемся, потому что через неделю на этом же самом месте увидимся. Удачи вам! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова